Эфир канала «Россия-24» продолжает программа «Экология» в студии Михаил Чечелев. Здравствуйте. Нурникель определился с технологией реализации серного проекта. Об этом рассказал замдиректора заполярного филиала на форуме прокуратуры Красноярского края по вопросам охраны окружающей среды. Напомним, в рамках масштабной экологически-инвестиционной программы компания ввела параллельную разработку двух вариантов утилизации диоксида серы. В первом случае предполагалось производство элементарной серы во втором серной кислоты с последующей нейтрализацией. Последний способ, по оценке экспертов, компании оказался экономически рентабельней. Он позволит на 75% сократить количество выбросов в атмосферу и соответствует всем требованиям законодательства и мировой общественности. Сейчас компания уже заканчивает разработку документации. Общая стоимость проекта оценивается в районе 2,5 миллиардов рублей. Изначально серные проекты и по базовому сценарию, и по производству серной кислоты с последующей нейтрализацией находятся территориально на одном и том же месте. Начальная стадия обоих проектов идентичная. Поэтому дальше будет разработка окончательного регламента. Ну и, как я уже сказал, реализация до 2022 года включительно. Реализация подобного проекта стала возможной благодаря имеющейся на территории Российской Федерации отработанной технологии нейтрализации серной кислоты в промышленном масштабе. Уже есть действующие установки. Поэтому такого рода проект тоже возможен, поскольку он может позволить сэкономить некоторое количество средств, сказал президент Норникеля Владимир Потанин. Как следует из проекта по производству натуральной серы, это очень масштабная и очень сложная реализация проекта. Второй завод практически придется строить. И меня, как предпринимателя, немного удручает то, что решая экологическую проблему, которую мы в любом случае решим и на самом высоком уровне, продукция, которая в результате будет получена, будет совершенно бесполезна. Конечно, хотелось бы осуществить проект, который решил бы проблему загрязнения воздуха и все-таки производил что-то, что можно было бы использовать. Вице-президент, статс-секретарь и руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компанией Норникель Елена Безденежных примет участие в выездном совещании Госкомиссии по развитию Арктики, который пройдет 5 декабря в Санкт-Петербурге под председательством вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина в рамках седьмого международного форума «Арктика. Настоящее и будущее». На мероприятие речь пойдет о ходе реализации государственной политики в Арктике, формировании системы обращения с отходами в арктической зоне, развитии инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли, мерах господдержки в области научных исследований. Елена Безденежных представит участникам заседания доклад о развитии инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли в Арктической зоне Российской Федерации. В Красноярске на базе Сибирского федерального университета прошла шестая экологическая конференция, в которой эксперты общественной организации подвели итоги уходящего года экологии. По мнению специалистов, наш регион в лидерах по стране по степени заинтересованности в экологической политике и во многом благодаря природоохранным проектам Норникеля. Красноярский край в относительно короткое время сумел подняться в экологическом рейтинге на 20 пунктов. Очевидно, что только общественными акциями, такими как субботники по озеленению и уборке территорий, тут дело не обошлось. Природоохранную деятельность в регионе удалось превратить в масштабный проект. Реализация под силу только крупным предприятиям. По показателю финансирования природоохранных мероприятий, уровень финансирования Красноярский край входит в десятку лучших регионов России. То есть такого рода объемы денежных средств на экологию больше нигде не тратится. В первую очередь, конечно, это заслуга норийского никеля, но и другие предприятия подтягиваются к этому лучшему примеру. Объемы финансирования экологических проектов Норникеля действительно огромны. Около 250 миллиардов рублей компания инвестирует в природоохранную деятельность до 2023 года. Закрытие никелевого завода, проект по переработке серных хвостов, улавливание низовых газов на медном – это подходы совершенно нового формата, которые ставят во главу угла не прибыль, а поиск баланса, который устроит как промышленность, так и общественность. А главное – сохранит и восстановит хрупкую природу Арктики. Это ведь тоже новый подход, когда любая операция, связанная с любой передел, любая технология, в первую очередь рассматривается через ее экологическую составляющую. То есть как она будет влиять на природу. Это не только прибыль, но это еще и качество жизни. Норникель, благодаря успешной природоохранной деятельности, накопил немалый опыт в решении экологических проблем, которые северяне готовы распространять далеко за пределы региона. Компания «Норийский никель» финансирует и помогает продвигать идею национальных парков, особо хранения природных территорий, заповедников регионов Крайнего Севера. И я могу сказать, что эта политика идет как в Орманское области, так и в Ярском крае. Поэтому я думаю, что это все всерьез и надолго. Реализация большинства проектов, озвученных на конференции, рассчитана на много лет вперед. А значит, тренд на охрану окружающей среды в нашем регионе не ограничится только годом экологии. На Надеждинском металлургическом заводе имени Колесникова начинается реализация масштабного проекта строительства комплекса непрерывного конвертирования медных штейнов. Этот проект является важнейшим этапом реализации основных экологических проектов компании в Норильске по утилизации диоксида серы, плавильных печей Ванюкова медного завода и печей взвешенной плавки, а также комплекса непрерывного конвертирования «Надежды». Основной целью проекта является значительное снижение воздействия выбросов медного завода на слитебную зону города Норильска. Черновая медь будет производиться на НМЗ, на комплексе непрерывного конвертирования, который включает две печи Ванюкова, конвертерную и объединительную. Весь существующий объем выбросов диоксида серы конвертерного отделения медного завода будет перенесен на Надежду. При этом на Надеждинском заводе возможна максимальная утилизация серы на вводимых мощностях по проекту утилизации серы из откающих газов. Таким образом, основной источник загрязнения атмосферы так называемые низкие выбросы конвертерного отделения медного завода, расположенные в 500 метрах от городской черты, выносятся на более удаленную территорию Надеждинского металлургического завода. Применение технологии непрерывного конвертирования позволяет решить основные экологические задачи. В новом процессе серы переходят в непрерывный поток высококонцентрированных газов, пригодных для утилизации. Таким образом, данный проект является важнейшим этапом реализации основных экологических проектов компании по утилизации диоксида серы из газов печей Ванюкова, медного завода печей взвешенной плавки и печей комплекса непрерывного конвертирования Надеждинского завода. В ходе реализации проекта планируется строительство новых и реконструкция существующих объектов на Медном и Надеждинском заводах. В частности, на Медном предполагается строительство узла грануляции медных штейнов действующих печей Ванюкова, реконструкция внутриплощадочных подъездных железнодорожных путей, закупка дополнительного транспорта для перевозки гранулированного штейна печей с Медного завода на Надежду. На Надеждинском заводе будет произведено расширение здания главного корпуса плавильного цеха, в котором расположатся основные объекты. Это две печи Ванюкова, установки грануляции отвального шлака металлического сплава, а также оборудование по охлаждению и очистке от пыли технологических газов. На территории Надеждинского завода будут также построены здания для приема гранулированного штейна и шехтовых материалов, здания складирования и отгрузки медных анодов. Помимо этого, на Надежде предусмотрено строительство объектов топливно-энергетических ресурсов, трансформаторной подстанции, газораспределительные пункты. Намечены также строительство эстакад, транспортерных трактов и галерей, новых инженерных коммуникаций и других участков. Технология непрерывного конвертирования и конструкции металлургических агрегатов, разработанная инженерным корпусом компании «Норникель» при участии корпоративных научных и проектных организаций и не имеют аналогов в мировой практике. При разработке технологического регламента институтом «Гипроникель» были использованы результаты опытно-промышленных испытаний, проведенных в 2006-2008 годах на Кольской горно-металлургической компании и пилотных плавок в институте «Гипроникель». Конструкция конвертерной и объединительной печей Ванникова разрабатывается специалистами института «Гипроникель» и института «Нориспроект» с учетом большого опыта эксплуатации печей Ванникова в заполярном филиале. Генеральный проектировщик всего комплекса непрерывного конвертирования на Надеждинском металлургическом заводе – Казахстанский головной институт по проектированию предприятий цветной металлургии КАС «Гипроцветмед». Реализация проекта будет происходить с 2018 по 2022 год. Подрядная организация для выполнения проекта, разработки рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, частичной комплектации оборудованием будет определена после выполнения стадии проектных работ. В настоящее время проводится анализ рынка организаций, выполняющих работы на основании ЕПС-контрактов, когда реализация проекта в полном объеме поручается подрядчику. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «Норникель» планирует провести общественное обсуждение проекта в Норильске. Федеральное автономное учреждение глав госэкспертизы России выдало положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий проекта строительства. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2022 года. Объем планируемых инвестиций более 31 миллиарда рублей.